С вами Ольга. Сегодня мы поговорим о кадастровой стоимости земельных участков в Крыму. Как мы знаем, с этого года исчисление налога, арендной платы за земельные участки будет производиться исключительно из кадастровой стоимости, которую утвердили в конце прошлого года. Местные советы утвердили ставки налога, ставки арендной платы по определенным земельным участкам. И теперь стоит вопрос о том, что исчисление будет исключительно идти от кадастровой стоимости. Что же это такое, где же ее взять? Идем в МФЦ и заказываем выписку кадастровой стоимости. Она так и называется. И нам приходит ответ в течение буквально пару дней, где будет указана стоимость вашего земельного участка. Это касается юрлиц и физлиц опять-таки. Дальше мы в местном органе, именно в том органе, где находится наша недвижимость, наш земельный участок, узнаем, какой коэффициент принят по налогу или по арендной плате. Умножаем на эту кадастровую стоимость и получаем ту сумму, которую мы должны оплатить. Если мы видим, что стоимость вражезы завышена, кадастровая стоимость примерно должна быть равна рыночной стоимости, то мы можем обжаловать. У нас работает уже в Крыму комиссия по рассмотрению таких споров. Называется она комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Государственном комитете по государственной регистрации кадастровой Республики Крым. Подается заявление и два основания, которые могут быть указаны в заявлении. Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости. То есть если мы узнаем, что при оценке земельного участка при определении кадастровой стоимости были взяты недостоверные сведения, значит мы можем по этому пункту обращаться. Здесь не нужно делать рыночную оценку и обращаться к оценщикам. И второе – это установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию, на которую была установлена его кадастровая стоимость. Это очень важно, именно на эту дату нужно определять. И тут нужно обратиться к оценщику. Если стоимость более чем на 30% отличается от той, что принято за кадастровую стоимость, мы должны еще сделать экспертизу оценки. Я узнавала, сколько это примерно стоит, оценка плюс экспертиза. Тут, конечно, от площади земельного участка, но за участок 10 гектаров это будет примерно 60 тысяч. Как бы тоже скума кругленькая, стоит задуматься, есть ли смысл вообще заниматься этим, может быть, проще налог платить или аренду. Тут уже каждый сам для себя решает и считает. Мы сделали, допустим, рыночную стоимость, узнали, сделали оценку, мы сделали экспертизу, мы пошли в комиссию. В основном комиссии из практики, как мы знаем, отказывают. Что мы делаем дальше? А дальше мы идем в суд. Суды, как правило, более лояльны на все это смотрят. Ну, смотрим, насколько нам это все выгодно. Для юрлиц процедура обжалования через комиссию обязательно, только потом мы можем идти в суд. Для физических лиц можем сразу обращаться в суд. Ну, пока, в принципе, все, что я хотела вам сказать. Далее я еще сама сейчас буду проходить процедуру обжалования одного из участков именно по ошибочным данным. И в будущем выпущу еще ролики на эту тему. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. И будем с вами изучать этот вопрос более глубоко. А пока, до свидания.